Здравствуйте, уважаемые дачники и огородники, и также фермеры, кто занимается овощами. Сегодня передача для вас. Мы пригласили в гости Государственную инспекцию защиты растений Андроцитовского района, начальника инспекции Чернышеву Галину Степановну. Галина Степановна, ну сейчас наши огородники, дачники, кто имеет участки, высадили уже томаты. И, конечно, в том году многие столкнулись с заболеваниями на этих растениях. Это фитоктора, правильно? И вы нам подскажите, пожалуйста, с чего же начинать нашим дачникам? Ждать, пока начнут листочки болеть или уже растения заболевать. Или приходить и начинать делать профилактику на этих растениях. Подскажите нам, пожалуйста. Но еще не все высадили рассаду помидор и капусты, поэтому я бы советовала в данный момент перед посадкой обязательно провести обработку корневищ растений. Лучше взять препарат Актару, одну упаковочку, растворить в литре воды и замочить где-то 250 растений в этом растворе и выдержать полтора-два часа, а затем высаживать. Это поможет растениям спастись от многоядных вредителей, которые обитают в почве. Медведка, проволочники, ложнопроволочники, совки, а также какое-то время защитит от вредителей, которые будут прилетать снаружи. Это защита от насекомых Актара. Это очень хороший препарат, мы его уже применяем много лет. И многие из вас, уважаемые дачники и огородники, кто применял, остались довольны. Поэтому применяйте обязательно. Потому что, когда вы высаживаете растения, особенно на дачах, вы же не контролируете постоянно, прилетел там колорадский жук или нет, правильно? И надо что? Лучше замочить. Тогда ваши растения, вы когда придете на дачу, они будут в хорошем состоянии. Листочки не будут повреждены насекомыми. Не почвы, которые насекомые, вот Галина Степановна сказала, не на поверхности. И растения будут хорошо выглядеть. А это главное, это будущее, закладка урожая. Когда растения в хорошем состоянии, значит будет и хороший урожай. Конечно. О насекомых мы с вами поговорили. О защите. Конечно. В настоящее время, тем более влажная погода, частые осадки у нас выпадают в этом году, необходимо проводить профилактические мероприятия против заболеваний. Это касается фитофтороза картофеля. Ранние сроки осадки картофеля, который она посадил, уже в фазе растения достигла бутонизации, и можно в это время проводить обработки против фитофтороза. Затем, после того, как фитофтороз проявляется на картофеле, начинают болеть томаты. Поэтому необходимо проводить профилактические обработки как и картофеля, так и помидор. Сейчас Чемпион мы применяем на картофель и на помидоры. Это первая обработка. Чемпион – это медисодержащий. Конечно. А вторую обработку через сколько нам желательно сделать? Ну, если влажная погода так и будет продолжаться, через 14 дней необходимо провести снова повторную обработку. Я смотрю, вы достали тату. Это системный препарат, он хорошо поможет и картофелю, и помидорам, и он еще содержит и стимулятор роста. Да, это очень хороший препарат. И также есть у нас еще квадрис. Квадрис, также он может пойти у вас не только на помидоры, но и на огурцы, этот препарат. И от колорадского жука какие сейчас лучшие препараты? Ну, в настоящее время существует большое разнообразие препаратов, большой выбор препаратов. Так что это уже зависит от, можно сказать, содержания кошелька, смотреть стоимость препарата и выбирать то, что кому больше нравится. Кто-то уже работал каким-то препаратом, ему он понравился. Поэтому здесь конкретно сказать, что только одним препаратом можно работать. Препаратов существует очень много. Антижук хороший препарат, Ратибур хороший препарат. Многие наши телезрители хотят быть уверенными, что они приобрели препарат, и он сработает 100%. Расскажите, пожалуйста, где нашим телезрителям приобрести эти препараты, чтобы они работали и не ошиблись. Как в том году многие приобрели, потом приходили и говорят, а какая разница, это же конфидур, но он только в ампулах. Какая разница, что в вашем магазине, что я взял на рынке. Вот расскажите, пожалуйста, вот этот самый важный момент, чтобы человек всегда был уверен, что он приобрел тот препарат, который будет работать и который в дальнейшем не отразится на его здоровье, прежде всего. Конечно, это очень важный вопрос. Вы прекрасно видите, что и на рынках существует очень много точек, где продают препараты, средства защиты растений. Но будьте внимательны и лишний раз не экономьте деньги и покупайте фирменные препараты. Желательно, конечно, смотреть, чтобы была фирменная упаковка, фабричная фирменная упаковочка. На этой упаковочке обязательно должен быть указан наименование продукции, номер ГОСТа, номер партии. Также должно быть указана дата изготовления, вес данной упаковочки, срок годности препарата. Обязательно должно быть указано наименование фирмы-производителя, его адрес, телефон, факс. Это обязательно должно быть указано на упаковочке. Также на упаковке должна содержаться информация, против какого конкретно объекта работает данный препарат, на какой культуре, меры предосторожности при работе с данным препаратом и оказание первой необходимой помощи в случае отравления этим препаратом. Эта вся информация обязательно указывается на фирменных упаковках. И голограмма есть на препаратах с фирменных упаковок. Информация о препарате может быть не только на упаковочке. Более подробная информация находится в упаковочке, в инструкции, которая прилагается к данному препарату. Она содержит культуру, на которой применяется данный препарат, вредитель, против которого работает препарат, и указывается кратность обработок, обязательно норма расхода этого препарата, как он правильно разводится, и срок последней обработки до сбора урожая. Это обязательно должно быть указано в инструкции. И все, что я говорила ранее, меры предосторожности, первая помощь, которая оказывается в случае отравления данным препаратом, все это указывается в инструкции к препарату. Любой препарат, который есть на торговой точке, он обязательно должен иметь сертификат качества продукции. Значит, в сертификате качества указывается номер партии, и он должен соответствовать номеру партии на коробочке или на упаковке данного препарата. Кроме того, те люди, которые занимаются реализацией средств защиты растений, должны иметь лицензию, должны иметь допуски и удостоверения, и должны быть обязательно сертификаты качества на данную продукцию. И я повторюсь снова, препараты должны иметь фирменную фабричную упаковку. Тогда вы с уверенностью можете знать, что это не подделка, это настоящий фирменный препарат, который вам поможет. Уважаемые дачники, приобретая препараты, будьте очень внимательны. Я не заставляю вас спрашивать сертификаты на каждый препарат, но обязательно посмотрите, есть ли на точке лицензия, то, что человек имеет право продавать эти препараты. Когда есть лицензия, значит, люди, которые продают эти препараты, они обучены. И вы будете иметь гарантию, то, что вы купили тот препарат, который не повредит вашему здоровью. Мы сейчас поговорили о колорадском жуке на картофеле и о заболеваниях. А как вообще защитить от насекомых одновременно, и одновременно подкормить растения, и сделать обработку от заболеваний. Как это совместить, чтобы это было правильно? Сделать боковую смесь. Что вы порекомендуете? Как мы говорили и в предыдущей передаче, можно совмещать обработки и против болезней, и против вредителей, и добавлять регуляторы роста растений, которые помогут снять стресс растению от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Поэтому желательно делать боковую смесь и обрабатывать комплексом препаратов. Это фунгициды, это инсектициды и регуляторы роста растений. Можно микомы, можно вымпел добавить или гумисол. Давайте нашим телезрителям поможем сделать боковую смесь. Вот, например, миком. Миком берем. Вымпел. Да? Вот так один. Потом фунгицид. Давайте выберите вы сами. Какой сейчас лучше? В настоящий момент можно чемпион применить. Чемпион, да? И от колорадского жука. И от колорадского жука. Ну, разнообразие препаратов. Можно октару, можно конфидор макси, можно антижук. Ну, давайте вот эту боковую смесь давайте покажем нашим телезрителям. Какая хорошая получается боковая смесь. Микоэлементы. Поддерживают растения, дают питание. Вымпел снимают стресс в данной ситуации. И также стимулируют рост растений. Чемпион. Это фунгицид, который защищает растения от грибковых заболеваний, контактного действия медисодержащей и октара от насекомых. Все это совмещаем в одно ведерко и обрезки. Одной обработки, конечно, для защиты овощей недостаточно. Желательно, тем более, влажная погода. Проводить повторной обработки. На вторую обработку желательно взять препарат Тату. Я уже говорила, что он как бы препарат два в одном. Он и стимулирует рост растений и помогает в борьбе против болезней. Затем можно обработать препаратом Акробат или Квадрис. Когда помидоры уже начнут созревать, желательно проводить обработки биопрепаратами, чтобы не вредить своему здоровью. Кроме проблем на посленовых культурах, это картофель, томаты, существуют еще проблемы также и на капусте. В настоящее время уже идет лед совок, листогрызущих совок, зимой совки, хлопковой совки, белянок. На капусте также вредят бложки, крестоцветные клопы. Поэтому необходимо делать своевременные обработки разрешенными препаратами для данной культуры против вредителей. Также желательно проводить обработки, когда уже будет 3-4 настоящих листочка, на огурцах проводить обработки. Влажная погода, теплая, будут проявляться заболевания, а также может развиваться тля. Тли в этом году тоже предостаточно, запас ее большой, поэтому желательно совмещать обработки. Также делать боковые смеси и обрабатывать и против болезней, и против вредителей. Немножечко позже можно сделать обработки, я вернусь немножко к томатам, на помидорах. Скоро будет цикадка, уже есть цикадка, но она в июне начинает стасать сок из растения. А цикадка является переносчиком серьезного вирусного заболевания. Это стуббур. И плоды помидор у вас будут просто непригодны к употреблению. Они будут жесткие, деревянистые, и просто вы их не сможете употреблять. Насекомые являются переносчиками всех вирусных заболеваний и бактериозных. И в том году мы столкнулись с этими заболеваниями. И какие фунгициды мы не применяли против, например, фитофторы, люди же привыкли, знают, что одно заболевание фитофтора, и вот стараются применять один и тот же фунгицид каждый год. Они приходят в магазин и не спрашивают, чем же в конце концов болеет это растение. Прежде всего, уважаемые наши телезрители, приходите обязательно в магазин, приносите листочки, если вы столкнулись с какой-то проблемой. Вот сегодня к нам приходили уже наши покупатели и приносили листочек картофеля, который болеет фитофторой. И, конечно, находились наши специалисты здесь, Галина Степановна, и она сразу дала ответ, что это заболевание грибковое и чем обработать лучше, защитить свое растение. Потому что, если вы вовремя не обработаете растение от грибковых заболеваний, вы потеряете будущий свой урожай. И у вас сезон пройдет просто зря. Поэтому будьте очень внимательны, если вы занимаетесь выращиванием овощей. Галина Дмитриевна, но против болезней вы уже говорили, что надо делать обработки фунгицидами, но переносчиками вирусных болезней являются насекомые, и поэтому надо проводить борьбу с насекомыми, которые переносят данное заболевание, в том числе из товбор-помидор, а его переносит цикадка, которая питается на березке, сорняке, и соком этого растения переносит затем это заболевание на помидоры, перец, баклажаны. Поэтому во время лёда цикадки, это где-то июнь месяц, середина июня месяца, необходимо проводить обработки инсектицидными препаратами против данного вредителя. Галина Степановна, в том году многие дачники-огородники столкнулись с проблемами на перце. Перец был угнетённым, практически все плоды были поражённы. Я считала, что это была совка. Как вы, специалист, ответите на этот вопрос? Потому что в этом году тоже люди высаживают перец, и чтобы снова не столкнуться с этой проблемой, что делать нашим дачникам-огородникам. Конечно, против совки, как и на помидорах, так и на перце, необходимо проводить обработки против вредителя. Совка летает бабочка, откладывает яйца, а затем гусеница внедряется в плод и проделывает там ходы. И этот плод уже не приводен будет в пищу. Поэтому желательно проводить обработки препаратом, который конкретно может уничтожить совку на ваших культурах. Это протеус. Как томаты, так и перец необходимо обрабатывать системными препаратами, комплексом. Это против болезней и против вредителей. Совмещать обработки. При обработках овощных культур, при любой работе с препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности. Обязательно надо использовать средства индивидуальной защиты, выполнять требования техники безопасности, беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Ни в коем случае не надо менять норму, указанную на препарате. Надо строго соблюдать норму, которая указана на каждом препарате. Надо выдерживать сроки обработок, надо выдерживать температурный режим. Свыше 25 градусов обработки лучше не проводить, так как препарат быстро начинает разлагаться. Обработки проводить в утренние и вечерние часы, чтобы меньше вредить своему здоровью. Галина Степановна, я очень благодарна, что вы приехали к нам с андроцита и как специалист дали очень хорошую информацию для наших дачников-огородников. Приезжайте к нам, всегда рассказывайте, мы рады будем вас видеть у себя в гостях. А вы, уважаемые дачники-огородники, смотрите нашу передачу и вы будете всегда самые лучшие. И у вас знания высокие будут и урожай хороший. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok